И откреститься. И будем так работать дальше на билетиках. В зале правительства Хакайсии предприниматели все как один с невеселыми лицами. В локдаун бизнес терпит существенные убытки. Например, в республике под запретом оказалась торговля стройматериалами. Так в нерабочие дни люди вспомнили о ремонте и поехали за покупками в Минусинск. А там все разрешено. Такое количество денег уходит в соседний регион сейчас. Не меня вам доставлено. Только в сфере строительных и отделочных материалов. Ежедневно выручка больше 10 миллионов рублей. За 10 дней это больше с вами люк. Сколько все вместе взяты? Сколько налогов будет региона? В аналогичной патовой ситуации торговля непродовольственными товарами. Если не снять тотальные ограничения, то магазины вскоре могут попросту не открыться. У нас в Сибири товары ботинки, шубы, шапки. Начинается зима. Потом заметьте, федералы работают. Они налогооблагающие предприятия. У них отдельный список. Понимаем, кто за ними стоит, их никогда не закроют. А мы своих закрываем. В делегацию предпринимателей также вошли пассажироперевозчики, представители общепита, сферы услуг. Все настаивают на открытии. На встрече глава Хакасии напомнил, почему власть решилась на локдаун, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. Все наши действия сегодня в конечном итоге приводят к жизни или к смерти. К вреду или наоборот сохранению здоровья наших жителей. Поэтому я тоже прошу предпринимательское сообщество, здесь правительство понимать, что у нас все-таки находится сегодня на чаше весов. Вот возле этой проблемы, с момента, когда были введены дополнительные ограничения, кто только уже не постоял. Кто только уже не плюнул в правительство, не кинул камень, и кто только уже на эту тему, значит, не отработал, не отбомбился. Я-то хотел сказать даже не про экономические меры и не про правовые меры, да, их необходимо делать. Я хотел сказать именно про информационную поддержку друг друга. На встрече обсудили, чем власть может помочь бизнесу. Есть федеральная поддержка. За нерабочие дни положены гранты по минимальной оплате труда на каждого работника. А в Хакасии можно взять льготный кредит. По линии Минэконома у нас на сегодняшний день уже разработан специальный кредитный продукт. Срок его два года. Максимальная сумма на одно юрлицо это до трех миллионов рублей. На группу у компаний до пяти миллионов рублей. Добавим, что правительство рассматривает снятие части ограничений с 8 ноября. Но для этого предприниматели должны довести процент привитых работников до 80%. И жестко соблюдать все предписанные санитарные требования. С такой постановкой вопроса бизнес-сообщество согласилось. Эдуард Иванов, Дмитрий Парахин, РТС.